Приветствую всех любителей кино! Соскучились по крепким фильмам-катастрофам? Вам не хватает 2012, послезавтра, столкновения с бездной и прочих картин, в которых невероятно зрелищно показано, как легко и просто наша планета может встряхнуть себя загрязняющих ее людей. Что ж, тогда следующий фильм для вас. Сегодня мы обсудим разлом в Сан-Андреас. В свое время мы внесли картину в список самых интересных премьер 2015 года. Ведь очень любопытно взглянуть, как с этим жанром справится не Роланд Эммерих, а Брэд Пейтон, до этого снявший веселый фильм-аттракцион «Путешествие 2. Таинственный остров». Так вот, теперь мы можем поделиться с вами своим окончательным мнением. Ведь нашей съемочной группе в очередной раз удалось побывать на предпремьерном показе картины. Кино получилось хорошим. Драматическая линия оправдана. Герои потеряли одного ребенка. Находятся на грани развода и сделают все возможное для того, чтобы трагедия не повторилась. У дочки тем временем все в порядке. На пути ей встретился будущий бойфренд, который спасает красавицу вместе со своим и младшим братом. Персонажи получились совершенно невнятные, но не страшно. Кино не про них. Отличные съемки, очень много зрелищных сцен. Как только заканчивается одно происшествие, на персонажей сразу же налетает другое, еще более мощное. Картину можно было назвать вертолетом, машиной, самолетом, парашютом и катером. Дуэйну Джонсу по плечу все средства передвижения. Вот только транспорту скала обычно не по плечу. За полтора часа катастрофа не успевает надоесть. И потому смотрится получше, чем 2012. Давайте послушаем первых зрителей. Интересно было посмотреть на новые фильмы Дуэйну Джонсона. Такого брутального актера от неплохих сценарных оборотов, которые с ним связаны, разве можно устать? Может быть, кому-то он послушает таким мотиватором для того, чтобы уже начать что-то делать в спортзале. Это не случайная премьера. Май уже себя зарекомендовал хорошими киноновинками. И одна из них – «Разлом Сан-Андреас». Мне кажется, это очень интересная история, поскольку люди на самом деле очень верят в то, что случится какая-то штука, после чего всем нам придется спасаться. И это такой краткий руководство на тему, что нужно делать, как не нужно делать. Поэтому посмотрим, запомним и надеемся, что никогда не используем. Да, критики говорят, что у фильма есть один недостаток небольшой – кое-чего ему не хватает, чтобы стать хитом. Скажи, как ты думаешь, с чего? Я знаю, чего не хватает в фильму «Разлом Сан-Андреас», не хватает Вэна Дизеля. Если будет Вэн Дизель, по крайней мере, может быть, в следующей части. Ведь у достойного фильма должно быть продолжение. Возможно. Возможно, он бы очень сильно украсил эту картину. Вот так. В итоге нас ждет стандартный коктейль из семейных ценностей на фоне глобального катаклизма. Если смотреть, то только в кино. Можем! Сможем! Между прочим, глядя на все это визуальное великолепие, у нас родилась идея для восьмого «Форсажа». Ведь всего-то и нужно добавить к Дуэйну Джонсону команду Вина Дизеля. И показать, как они спасают мир от природной катастрофы, проносясь на огромных скоростях мимо тектонических разломов и опережая гигантские волны, попутно сражаясь с преступниками. Цель их последней поездки – остановить мировые разрушения, которые начал некий условный злодей благодаря таинственному прибору. Справиться с этой непростой миссией может лишь их команда. Поехали! Последняя гонка. Продолжение следует...